МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в Стузе. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Долг памяти Чебоксарам присвоили звание город трудовой славы. Вакцинация продолжается. На заседании оперативного штаба обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Прощаемся со школой. В республике зазвучали последние звонки. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания город трудовой славы 12 городам страны. За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечении бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленный при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность этого высокого звания удостоились и Чебоксары. Предприятия Чебоксар внесли большой вклад в победу над фашистской Германией. К примеру, все танки, которые выпускались в Советском Союзе, были оснащены продукцией Чебоксарского электроаппаратного завода. Завод имени Чапаева, раньше более известный как завод номер 320, выпускал боеприпасы, оснащал зоты и другие оборонительные сооружения сурского рубежа. Даже ликероводочный завод в годы войны производил зажигательную смесь «Коктейль Молотова». Звание «Город трудовой доблести» – награда не только столицы, но и всей республики. Вспомним, что за годы Великой Отечественной войны население Чебоксар увеличилось вдвое не только за счет эвакуированных, но и за счет сельских жителей, чьи рабочие руки были так необходимы военной промышленности. Кроме того, в столице Чувашии в годы войны действовали четыре эвакогоспиталя. Горожане активно участвовали в сборе средств в фонд обороны. Отметим, что наличие оснований для присвоения городу Чебоксары почетного звания «Город трудовой доблести» проверено Российской Академией наук. Вчера президент нам сделал самый большой подарок к этому празднику, к Дню Республики, подписав указ и включив город Чебоксары в число городов, названных городом трудовой доблести. И в связи с этим, конечно же, это признание того вклада, который наши предки сделали в ходе Великой Отечественной войны. И этот труд, который они ежедневно притворяли в жизни, несомненно же, с одной стороны, в те годы делал очень существенный вклад для того, чтобы приблизить День Победы, который мы с вами недавно отпраздновали. Но, с другой стороны, конечно же, не остался незамеченным и со стороны руководящих органов партии в того времени, руководящих органов государства. Город и вся республика, как один единый организм, трудились на благо не только фронта, на благо отчизны, для того, чтобы отчизна была защищена, враг, чтобы был побежден. Ну и каждый на своем месте, естественно, отдавал всего себя, невзирая на те сложности, трудности, которые имелись в те времена. Мы уже говорили о том, что в Чувашии впервые в стране начнут производить сельскохозяйственные тракторы по уникальным технологиям. В течение 11 лет будет локализовано производство тракторов малой и средней мощности на 90% состоящих из отечественных компонентов. О том, какие перспективы откроются для республики в связи с реализацией нового инвестиционного контракта далее. Концерн берет на себя обязательство произвести, насколько я помню, 17 тысяч тракторов за весь этот период. При этом производство мощности позволит производить около 8 тысяч тракторов техники в год. Мы рассчитываем на создание более 600 рабочих мест, около 600 рабочих мест, сумма инвестиций порядка 2 миллиардов минимум, ну и большой экспортный потенциал и доля рынка. На сегодняшний день в этой нише российского производителя, который мог бы так объемно участвовать в этом рынке, нет. Как показывает весь мировой опыт, развитие промышленности темпами выше среднего осуществляется только там, где есть локомотивы промышленного роста в лице крупных инвестиционных проектов. Вокруг них формируется целая среда развития промышленности в виде малых и средних предприятий. Задача региональных властей, поддерживая все размеры бизнеса, обеспечить прежде всего создание 2-3, можно 5-6 крупных инвестиционных проектов. Решение межправительственной комиссии. Правительственная комиссия – это очень значительный, но первый шаг в данном направлении. В Цивильском и Янтиковском районах создадут комфортные условия для развития среднего и малого предпринимательства. Туризм, строительство агротехнопарка, ремонт дорог требует финансового вложения. Перспективы двух муниципалитетов обсудили на Высшем экономическом совете. В Цивильском районе 970 субъектов малого и среднего предпринимательства. Район занимает 6-е место в регионе по обороту крупных и средних организаций, 4-е место по объему строительства и 1-е место по полной занятости населения. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской республики на 2020-2024 годы в районе планируется создание агротехнопарка. Это позволит вести в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, привлечь инвесторов по переработке сельхозпродукции и создать новые рабочие места. Мы заинтересованы в том, чтобы промышленные предприятия, предприниматели чувствовали себя выгодно, комфортно с экономической точки зрения. И в сельских районах, тем более, нам даже важнее рассредоточение для закрепления трудовых ресурсов производительных сил. Конечно, большие надежды связаны с агротехнопарком. И надо бы нам активнее начать эту тему двигать. В Цивильске планируется развивать и туризм. Там расположен Тихвинский женский монастырь. Традиционно проходит ярмарка. Также поступило предложение по привлечению молодежи в район. Как показала практика, вот была, например, в Канаше, где не так давно открылся IT-куб. И насколько это привлекает вообще молодежь, людей, детей. Это становится таким центром притяжения, развития. IT-кубы уже получают заказы от реальных предприятий. Старшеклассники уже практически работают в этой отрасли. Поэтому здесь тоже я хотела бы предложить Сергею Федоровичу обязательно обратить на это внимание. И открыть такой класс специализации IT уже в цивильской школе. В Яндиковском районе успешно развивается сельский туризм. Он представлен двумя базами отдыха – Паснерка и Медвежий угол. Но отсутствие дороги затрудняет подвоз туристов и, соответственно, дальнейшее развитие. Еще одна проблема – сокращение численности населения и отток молодежи. Для решения проблемы, отмечает руководство района, необходимо создать дополнительные рабочие места с достойной зарплатой, создание комфортных условий для проживания. На территории района имеются у нас полезные ископаемые – это известняк и глина. Имеется потенциал для реализации инвестиционных проектов по их добыче. Район имеет удобное транспортное сообщение, как уже говорилось, 20 километров до Канаша. Имеется возможность обеспечения дополнительными мощностями электроснабжения и газоснабжения для потенциальных инвесторов разработан инвестиционный паспорт Дианитовского района. На сегодняшний день мы готовы предложить инвесторам 9 свободных производственных площадок. В ближайшее время будут рассмотрены вопросы привлечения инвесторов в район, отметили участники заседания. Проблемы строительства дорог тоже должны быть решены. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. 1 июня стартует первый этап маркировки молочной продукции сыров и мороженого. Некоторые производители опасаются остановки производства и дефицита продукции из-за возникших сложностей с поставкой и монтажом оборудования для сертификации. Сегодня глава Чуваши Олег Николаев посетил предприятие в Чебоксарах, производящее мороженое, и ознакомился с производством. Сейчас проектная мощность предприятия – 25 тонн готовой продукции в сутки. Ассортимент более 75 видов мороженого. К летнему сезону 2021 года компания подготовила 5 новых линей к продукции. На предприятии считают, что справятся с необходимостью сертифицировать продукт. 30% затрат на покупку оборудования для маркировки возмещается из бюджета. Минздрав сообщает, что в республику поступило около 124 тысяч доз вакцин против COVID-19 с двумя компонентами. Распространение коронавируса и профилактические меры обсудили на оперштабе. Угроза распространения новых штаммов коронавируса более агрессивных и менее изученных реальна. И в любой момент ситуация истабильной может качнуться в другую сторону. Учитывая время отпусков, возможны миграции населения. На последней неделе, как уже было сказано, зарегистрировано 350 случаев. Показатель несколько ниже, чем за предыдущую неделю на 3,3%. Однако все еще сохраняется на высоком уровне. Если за прошлую неделю регистрировалось от 49 до 51 новых случаев, то за 4 дня текущей недели мы имеем от 52 до 54 случаев заболевания. Отметим, что всего с начала года ковидом заболели 8 857 человек. Из них 537 – это дети. Руководитель региона отметил, чувствуется напряжение и из-за увеличения количества госпитализированных случаев примерно на 20% с прошлой недели. Значит, развернут на сегодняшний день у нас 1160 коек, по-прежнему в 10 медицинских организациях. Пока мы увеличим резерв непосредственно в существующих, уже в открытых ковидных стационарах. На стационарном лечении находится у нас 1004 человека. Из них в состоянии средней тече 670 человек, 66,7% тяжелых пациентов. У нас 289 человек или 28,80% и в крайне тяжелом состоянии 45 человек. Вакцинация в Чувашии идет, но пока недостаточными темпами. Первый шаг, чтобы защитить свое здоровье, сделали свыше 97 тысяч человек. Из них более 72 тысяч завершили второй этап вакцинации. Для удобства людей прививочные кабинеты развернули не только в медицинских, но и в образовательных социальных организациях, силовых структурах, торговых центрах. В числе лидеров – Красноармейские, Красночитайские, Вурнарские районы и города Канадши, Мурша и Мариинский посад. В красной зоне – Чебоксары, Новочебоксарск, Янтиковские, Урмарские районы, где вакцинировано менее 20% населения. Полностью завершили вакцинацию 5172 человека. В настоящее время вакцинация осуществляется в 8 основных пунктах, функционирующих на базе 1-2 поликлиник Новочебоксарской городской больницы, медсанчасти 29. В зависимости от образования потоков желающих вакцинироваться, имеется возможность дополнительного развертывания мобильных пунктов вакцинации. Сегодня в среднем вакцинируется около 100 человек в сутки. Глава Челлаша Олег Николаев отметил, что вакцинация проводится исключительно по желанию, но в то же время руководству муниципалитетов нужно активнее вести просветительскую работу. По мнению многих врачей, выбирать, делать прививку или нет, все равно, что решать, болеть или не болеть. Обсудили и ситуацию с закрытием точек общепитов Ельниковской, Рощинова, Чебоксарска. Арендаторы шашлычных работали с санитарными нарушениями и не реагировали на предупреждения администрации города. Давайте уговаривать-то можно определенное количество раз. Один раз, два раза. На третий раз надо действовать. На третий раз надо действовать по всей строгости закона. Можем вот сколько угодно обольщаться тем, что у нас сейчас более-менее стабильная ситуация, но она может полохнуть в любое время. И тогда нам придет совершенно иные решения принимать. Давайте все-таки людей принуждать, принуждать, исполнять те требования по соблюдению мер безопасности, если их нарушение будет нести общественную угрозу. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев. Республика. В Цивильском районе, как и по всей республике, продолжается посадка картофеля. Не зря картофель называют вторым хлебом. На обеденном столе он в лидерах. Пользуясь хорошей погодой, картофелеводы продолжают посадку картофеля. Данная культура займет на полях Цивильского района, включая личные подсобные хозяйства, около 900 гектаров. Владимир Прокопьев занимается растениеводством с 1994 года. Кроме зерновых, выращивает и картофель. Глядя на то, с каким увлечением работает отец, и пятеро детей Прокопьевых втянулись в дело. Собираемся посадить 40 гектаров картофеля. Мы сажаем сорт гала. Он сегодня самый востребованный на рынке и самый урожайный. При хорошем уходе можно получить до 400 гектаров, 400-450 гектаров свободно. С большим опытом картофелеводства у Владимира Алексеевича накопилось и несколько секретов успеха. Один из таких – специальный способ полива. С 2010 года решили применить орошение. Купили итальянское оборудование для полива, полностью установили его и ежегодно поливаем. Катушка такая, круглая. И оно в междуряде картофеля вытягивается, потом она сама поливает, собирается в катушке и поливает. За одну установку он поливает около 4-5 гектаров. Всего по Чувашии в этом году уже посажено картофеля на площади порядка 2300 гектаров, что превышает показатели прошлого. Ульяна Пятакова, Александр Отяков, Республика. Из кинологов сварщики в рамках нацпроекта «Демография» стартовала бесплатная переподготовка кадров по программам WorldSkills. Чувашия – первый регион, который присоединился к проекту. Обучение началось с профессии сварщика. Сергей Кириллов еще совсем недавно перевозил продукты. Случайно увидел объявление об обучении на сварщика и решил попробовать. В первое время, как начал, конечно, было очень трудно. Но постепенно, когда с каждым днем все становится лучше и лучше, очень приятно и очень хочется научиться, как профессионал, конечно. Но это не все так просто. Сергей уже планирует пойти работать на чебоксарское предприятие «Сейспель». Устроиться туда же хочет и Роман Скворцов. Но если Сергей осваивает профессию с нуля, то Роман пришел повысить квалификацию для работы на современном оборудовании. Он специализируется на ручной сварке, а на предприятие требуются сотрудники, владеющие полуавтоматической и аргонной. Раньше я работал в районах Крайнего Севера, что очень далеко от моего города. То есть это, можно так сказать, в холодных условиях, в холодных, тяжелых условиях. Работал достаточно долго. Потом меня появилась семья. И я понял, что находиться вдали от семьи очень тяжело, тяжело. Я решил немножко поменять специфику своей работы и устроиться здесь, в своем городе. Теперь я смогу работать на этом предприятии и получать хорошую, достойную зарплату. Развитие практических навыков по востребованным рабочим профессиям – именно на это нацелена программа. Например, только в Чувашии есть более 250 вакансий сварщиков. Преимущество данной программы обучения заключается в том, что помимо документа о квалификации, участник, слушатель программы получает паспорт компетенции. Это документальное подтверждение уровня подготовки молодого специалиста. Помимо сварщиков в регионе востребованы швеи разных категорий, слесари, повара, водители и другие специалисты. Прием заявок на участие в бесплатных программах обучения продолжается. С информацией о том, как подать заявку, можно ознакомиться на сайте express.worldskills.ru. В школах республики зазвучали последние звонки. 21 и 22 мая их услышат более 12 тысяч девятиклассников и 5 тысяч одиннадцатиклассников. На торжественной линейке в 61-й столичной школе побывал и глава Чувашии Олег Николаев. В 2020 году праздник окончания школы проводился онлайн. В этом году последний звонок прошел в обычном формате. Выпускники столичной 61-й школы готовились к нему особенно. Мы готовились неделями, месяцами к выпускному, к последнему звонку. Это были очень тяжелые времена, но мы справились. И счастливые, и радостные. У нас все получится. Волнение, радость и светлая грусть царит на территории школьного двора, где происходит торжественная линейка. В этот день со школой прощаются те, кому предстоит покорить еще не одну вершину. Кристина Герасимова будет поступать на медицинский факультет. Для обучения выпускница выбрала Чувашский вуз. Я захотела стать врачом, потому что мне понравился первый урок биологии. Самая любимая учительница Людмила Николаевна. Впереди экзамены. Первым для 11-ти классников станет проверка знаний географии, литературы и химии 31 мая. А до 9-ти классников 24-го числа пройдет экзамен по русскому языку. Сегодня я, прежде всего, конечно же, обращаюсь к тем, кто испытывает волнение перед экзаменами. Вот эти волнения, на мой взгляд, очень являются важными, потому что именно волнение и вот это состояние позволяют нам мобилизовываться, собрать все знания в один кулак и ответить на несколько вопросов, которые поставлены в ходе экзамена. Но самое главное, самое главное, это дает возможность реализовать все то, что вы постигали за годы учебы в школе. Счастье, теплоты, чтоб в жизни яркой, интересной сбывали все твои мечты. Ульяна Пятакова, Игорь Ульянов, Республика. Чувашия готовится ко Дню Республики. Особенности проведения праздника обсудили на Оргкомитете. Праздничные мероприятия в рамках Дня Республики пройдут под слоганом «Перлени Ме». Их сгруппируют в четыре тематических блока. Основной площадкой станет Шумерлинский район. В этом году, в День Республики, мы открываем новую страницу второго столетия. Мы о Чувашии говорим, объединились, действуем. В Республике состоится третий Чебоксарский международный культурный форум, который станет точкой сборки всех лучших практик не только в сфере культуры и искусства, но и в сфере экономики и бизнеса, агропромышленного комплекса и строительной индустрии. С 1 по 23 июня во всех районах и городах Республики пройдут праздники песни и труда «Агадуй». Всечувашский праздник состоится 24 июня в столичном этнокомплексе «Амазония». Для детей организуют детский «Агадуй». В рамках Чебоксарского культурного форума пройдут Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» и «Русь мастеровая». Причем границы форума в этом году расширят. И в его программу впервые включат Чебоксарский международный кинофестиваль – фестиваль «Созвездие земляков». Второй блок – это мероприятие экономического направления, межрегиональная выставка региона «Сотрудничество без границ», Республиканский фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» и ключевой в этой сфере Чебоксарский экономический форум. Основные темы на пленарном заседании, которые мы хотим поднять, их у нас 8. Мы с нашими РЦТшниками, руководителями цифровой трансформации и Минцифры, хотим представить вашему вниманию стратегию цифровой трансформации Чувашской республики. Также отдельный трек будет посвящен искусственному интеллекту. Приглашаются спикеры и ведущие эксперты в этой области. Надеемся, эту тему тоже поднять на должный уровень. Третий блок посвящен строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 22 июня состоится специальный показ фильмов, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Показы кинофестиваля будут проходить на 27 площадках. Кроме того, впервые в память строителям оборонительных линий состоится автопробег по маршруту Байгулова-Козловский район, Красная площадь, город Чебоксары, где участников встретят специальной программой. И еще одно новшество для Республики – фермерский фестиваль. Подобные уже проводились в различных городах страны. Теперь он состоится и у нас, 24-25 июня на площади Речников. Это яркое праздничное семейное мероприятие для настоящих любителей русской кухни и русских продуктов. В течение двух дней можно ознакомиться с лучшими фермерами, попробовать оценить продукцию без вредных примесей и удобрений, выбрать и купить самое вкусное. Фестиваль является событием, которое способствует экономическому росту региона, развитию малого и среднего бизнеса и внутреннего туризма. Еще один блок проводится под эгидой Союза Женщин-Чуваши. Это яркое событие проводится в Республике впервые, прославляя талантливых представительниц прекрасной половины. Подведут итоги конкурса «Я – женщина». Официальная церемония открытия фестиваля состоится 23 июня в 19.00. Гава-концерт участников фестиваля «Родники России» 24 июня на Красной площади с 19.00 до 21.00. Выступления участников фестиваля «Родники России» состоятся в городе Чебоксары на Красной площади и Московской набережной в муниципалитетах. Все мероприятия фестиваля пройдут строго с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. В эфире национального телевидения «Чуваши» покажут спектакли победителей фестиваля «Театральное приволжье». 23 мая в 19.00 жители Республики смогут увидеть видеоверсию спектакля «Шинель» образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек». Самарский театр признан лучшим детским спектаклем окружного фестиваля. 25 мая в 21.15 в эфире НАТС-ТВ спектакль «Страна слепых» Межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» Чувгу имени Ульянова. Постановка стала победителем фестиваля в номинации «Молодежный театр». В этом году «Чувашия» взяла самое большое количество наград. Наша республика стала лауреатом в шести номинациях фестиваля «Театральное приволжье». Это главные новости «Чувашия» к этому часу. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова